Стратегические цели, задачи и планы, обозначенные главой государства, сегодня обсуждают в России и за рубежом. Церемония оглашения послания президента федеральному собранию проходила в Москве в гостином дворе. В зале члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители Конституционного и Верховного Судов, губернаторский корпус. На церемонии представители Орловщины во главе с Андреем Клычковым. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Людей, кроме того, не обманешь, они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему. Доходы российских семей, безусловно, должны расти. Это серьезная, комплексная задача. Нужны решения прямого действия. И прежде всего, должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой. Больше детей, меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка, сказал президент Владимир Путин. И еще одно решение прямого действия. С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране. Роста доходов государства. Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. Сегодняшнее послание сосредоточено прежде всего на вопросах внутреннего социального и экономического развития. Задачам, которые поставлены в майском указе, развернуты в национальных проектах. Предоставить семье возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле. Я прошу правительства совместно с Центральным банком разработать удобные и, главное, доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой. Традиционно выступление главы государства в таком формате вызывает широкий общественный резонанс. Вот что сказал по телефону губернатор Орловской области Андрей Клычков. Я думаю, что сегодня мы услышали те меры, которые необходимы и в образовании, и в здравоохранении, и в развитии предпринимательства. И каждая эта мера действительно касается каждого человека, каждого региона. Это и создание новых рабочих мест, это и изменение подходов контроля надзорной деятельности для предпринимательства, ориентир на экспорт развития науки и обороноспособности нашей страны. Ну и отрадно сегодня услышать в послании президента о запуске федерального проекта «Земский учитель». Напомню, что в августе 2018 года на встрече с президентом я поднял этот вопрос, представил документы, и сегодня мы уже видим начало реализации. Я рад, что Орловская область внесла свой вклад в решение этой серьезной проблемы, так как обеспечение учителями на местах, особенно в сельской местности, сейчас вызывает большие вопросы и требует серьезного внимания. Свою оценку дал член Совета Федерации Владимир Круглый. Все эти задачи, которые обозначил президент, нужно будет решать и в нашем регионе. Это очень серьезная задача, которую мы, безусловно, будем еще обсуждать с представителями исполнительной власти, с нашим департаментом здравоохранения. У нас в нашем регионе много делается для развития медицинской помощи. Губернатор области Андрей Евгеньевич Клычков вникает в каждую деталь. А это комментарии руководителя общественной палаты Орловской области Елены Синько. Когда слышали конкретные поручения, то, конечно, это вызывало бурю о вас. Поэтому вот, ну, все это приятно. И, во-первых, такие мероприятия всегда не обходятся без общения коллег из других регионов. То есть мы как бы делимся какими-то своими проблемами, своим каким-то опытом. Это тоже немаловажно. Мне понравилось, что большое внимание было уделено развитию палеотинной помощи. И, конечно же, не без участия гражданского общества. Мы это все прекрасно понимаем. А развитие палеотинной помощи – это интеграция нескольких сфер нашей деятельности. Предметная работа над реализацией всех поставленных задач начнется незамедлительно. Со ссылкой на представителей федеральной власти передают российские СМИ. Наталья Пехтерева, Артем Горохов, телеканал Первый областной.